Дорогие друзья, город Уральска. Сегодня 27 февраля 2021 год. У нас такой случай и очень хороший. Хотим сообщить, вот город Уральска, район мясокомбината. Посмотрите, улица Джунусова, 7. Здесь расположен дом, трехэтажный старый. Еще контора какая-то расположена. Уральский филиал республиканского государственного казенного предприятия Казахстан служил дара комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. Так, смотрите, у нас ночью. Сейчас расскажет нашего активиста гражданского. Машину сожгли неизвестные лица. Сейчас посмотрите. Вот, полностью сожжена машина. Двигатель тоже сожжен, но машина восстановлению, я как думаю, не подлежит. Не подлежит. Вот, смотрите. Вот, полностью сожжен. Сейчас гражданские активисты сами скажут, хозяин сами скажет. Ага, отчет нынешне айтып, танцырженнез. Другая, кайф-кайф-кайф-серк мене атыпы. Ал, и енді, монау, осыдан, паўде парламентскен Вибурголатым, да, как 10 днр, так, мен Truex днр, 4 днрғем жарқ бітты. 14 днр, ракэп салдым ой енді. Бартым бар Вибырга. Енді, Набириджаки боласы койт. Зан-12 днр, болымызген, қой енді. Я приобрела первым деньгами, а у меня тут вообще не прикольная задача. Звезды к ним в порядке. Конечно, перед ним оказалось неправильно. Мне не может быть соответствующие. Потому что это было 23-28 лет, что это было вначале. Субтитры делал DimaTorzok У меня есть тундер и мотор не может быть ни разу, а я не могу. У меня нет, он не только пачок, но не придется. Ты же не будет пачок? Ты же не пачок, ты же не пачок. Мы же пачок купили. Ты же пачок купил. Я хочу добавить, что мы в тачке, когда мы будем питаться. У нас есть еще один старый пар, который поднялся. в акциях, пикетах пикетах, которые проводят мы всегда ставили гражданские активисты считаем, что это связано с нашим митингом 28 февраля это, скорее всего, прямое запугывание чтобы я, например, один организатор митинга Алибхалий Бауржан я организатор митинга один из организаторов вот на наш митинге вчера взял наши листовки собирался распространять агитацию он производил я считаю, что прямое отношение имеет к этому поджогу это наши структуры, которые занимаются подавлением нашей воли, они хотят таким образом запугать наши движения людей у нас набирается люди не будут за эту машину они хотят напугать но наоборот, людей злят больше я так считаю это мое мнение при этом пойдем на это все равно это Бауржан, как думаешь это власти, да? вот такое я скажу такую вещь вот мы народ простой народ наша власть нас и давит наши земли вот любое время любое время мы как народ мы хотим защитить свои земли наша власть хотят нашу землю распродать любое возьмите, хоть что возьмите коснись власть борется со своим народом народ, я не знаю, сколько будет молчать народ, надо вставать и говорить не давать беспредел беспредел везде же везде коррупция везде беспредел это прямое отношение к нашим митингу это должны Европарламент вот это учесть пусть они почитают это мое заявление я как организатор митинга вот вам говорю что именно на наш митинг единственное когда сами дали я не знаю, сколько городов дали но многим городам не дали решение на митинг 28 числа вот нам дали и теперь вот такие они вещи делают это подавление граждан демократии в нашем обществе происходит мы, видите ли, вообще не должны молчать как стадо баранов входит для них получается это если санкции не примут власть это не одумается она до хороших переведет так просто Европарламент принять эту резолюцию надо его исполнять что вы там сказали надо же принимать меры фиксировать да так вот смотрите еще раз напомню 28 числа уральские дали разрешение на митинг вот сегодня вот а, вчера ночью ну, 27 числа 2 часа примерно было, да, ночью ну, день вперед вот видите что с нашим гражданским активистом как он сказал до этого на день перед выборами когда он человек он был нашим наблюдателем ему порезали все четыре колеса порезали он поставил да перед десятом четыре колеса да 8 числа вот января, да да мне все четыре колеса порезали четыре колеса порезали это не просто так человек живет в этом доме всего лишь 6 месяцев да если бы там нажил бы врагов но не до такой степени чтобы ему старому пенсионеру чтобы колеса резали там машину полили я не знаю до чего делается я считаю что это силовую силовую больницу ну мы мы думаем гражданские активисты что хотят вот наших активистов напугать перед митингом вот завтра митинг мы один из я тоже организаторов этого митинга ну все я не знаю если мы будем бояться так дальше до конца продолжать бояться эта власть нашему народу не даст развития мы так и будем оставаться у нас вы сами знаете Назарбаев обещал 20, 20, 20, 30, 20, 50 обещал вот Окаев стал уже 20, 60 обещает мы когда будем жить нормально я не знаю 20, 60 это нам сколько лет будет если даже даже человек если ребенок завтра родится ему в то время 40 лет будет и человек сегодня родился 20, 60, 40 лет ребенку будет когда мы будем жить тогда пенсионер пенсионер а вам сколько лет 71 71 пенсионер у него врагов нет вот спокойный человек всю жизнь работавший вот любящий свою страну патриот гражданский активист всегда участвует в акциях пикетах викингах у нас в Казахстане там говорят средняя зарплата 222 тысячи тенге средняя зарплата это вранье там может кто-то получать миллионами там миллиардами может потом делить на это получается 20 но это в общем население у нас гражданство вообще простые люди получают 50, 60, 70, 80 это когда вот просят зарплату 150 тысяч подняли это как это 150 тысяч можно почитать когда у нас средняя зарплата по их данным это получается 222 тысячи пенсионеру не хватает на существование он вынужден на эту машину немножко таксовать ага у вас пенсия мало же да? все знают не хватает 70 тысяч да вы еще подрабатываете таксистом да? вот ага свободное время вот таксует чтоб покрыть свои каждодневные вот расходы материальные расходы вот вот видите теперь вот ага остался без без этого без техники без техники вот видите без без дохода остался который его кормит семью нет техника трогать зачем техника неужели такую правительство на эту на эту правительство я не может быть такого правительства маджига техников лучше меня посадил убить на сутку так сейчас так вот это случай городу Райска прошу фиксировать правозащитник Европы Людмилю Козловскую Максим Ситников Айгуль Павел Даниар Хасенов Ахлима Туксикова и правозащитники Веритас Шасарал Хуаншалин и всех фиксировать пожалуйста спасибо вот еще раз покажу автомобиль гаражами вот сейчас закончу вкл и вкл и вкл вкл вкл